замечательные шашлыки она мне очень нравится но сегодня тема немножко другая то есть мне мясо перерабатывающий комплекс gloria отдал свои шашлыки метро дотель вот они по сути событий это килограмм 800 грамм практически еще одна штука там полежит она слишком большая а потом на гриль сделаю то есть это настоящий шашлык из чего он сделал я понять не имею на чем он не нравится вот ведь хорошие настоящие большие куски мяса мы их вместе с вами прожарим на моем мангале естественно но связи с тем что и со мной естественно мой сын а он очень любит мой замечательный шашлык то есть я сделал и свой замечательный шашлык от геймер верта то есть мы решили попробовать как это будет выглядеть и так мы сейчас кладем вот сюда шашлык метр дотель это немножко это будет хорошо нормально складываем и начнем жарить вот естественно у нас есть водичка потому что я сделал максимально хорошие угли а жесть сейчас немножко уберу но как-то не сильно получится нормально и потом положим здесь она пускай пока полежит остальное хорошо сделаны угли угли у нас не березовые березовые стандартные сколько собрал сегодня пилу взял и начинаем жарить то есть мой шашлык немножко другого видите да чуть-чуть немножко совсем по-другому вот те же самые 24 минут приготовления в принципе то же самое потому что вы представляете да я не сильно люблю ну знаете это мясо которое везде и всюду нам продаются потом говорят что это все вкуснятка нет господа это вообще все не вкуснятка потому что мясо должно быть такими кусками то есть оно не спеша должно прожариваться время мы сейчас поставили 25 минут то есть грубо говоря в без 10 мясо должно быть готово сейчас начинаем жарить и вы быка посмотреть как и все это дело готово так вот у меня возникает вопрос насколько хорош шашлык и как его готовить может быть вы не знаете но сама процедура приготовки и это по времени покупка мяса затем обработка лука это вот три часа затем маринад и того час затем промешивание в течение суток и того еще час затем угли еще час затем грамотная прожарка и того еще два часа ну чтобы все это приготовить да нет господа шашлык реально крут но и процедура подготовки и это не один час работы хотя круто конечно вы кушаете шашлык на углях безо всяких косяков выбираете грамотное мясо но если все совместить вместе то сутки на шашлык и это ваше время теперь если помножить все это дело на вашу нормальную среднюю заработную плату то к шашлыку прибавляем 2500 рублей и это ваше время то бишь если такого нет то проще купить готовый шашлык в глории так вот наконец потихонечку мы все это дело и закончили время 24 минуты как мы вы сказали как вы уже видите шашлыки изумительно приготовились но и так вообще просто кушать хотят очень-очень хорошо очень хорошие шашлыки на хороших углях естественно приготовились без всяких тороплений косяков нам вот этого и не нужно видите как красиво все это выглядит но понятно что свои шашлыки идеальны но для начала ровно через минуточку я сейчас еще немножко дожарю доделаю очень красиво очень красиво вот это уже готово самую малость дожарим дожарим так чуть-чуть настоять зорька чуть-чуть немножко водички надо подлить нам же не надо пережаривать правильно абсолютно не надо вот правильно сын говорит сын стоит за моей камерой как вы прекрасно понимаете то есть это бизнес скажем так сын за камерой я здесь я так понимаю что через некоторое время сын будет здесь а я буду за камерой он красивше чем я но нос не кривой понятно дело да и вот с головой у него все в порядке ну да ладно я из него тоже сделаю хорошего журналист поверьте мне такое будет а уже потом а уже потом мы сделаем так это уже тоже готово вот ну будем думать что через секунд так нацать будет готова и это и этот шашлык чуть-чуть осталось секунд так несколько но красиво смотрится их шашлыки то большие вот по одной простой причине мы не хотим во первых мясо идеальное мясо категории а хорошее мясо реально видите как он красиво зажаривается тут же еще надо когда шашлычник есть он не должен делать так чтобы мясо прогорклое было понимаете то надо думать головой смотреть глазами естественно так ну я думаю что все уже еще еще 30 секунд и и мы попробуем и попробуем и сравним свой шашлык и этот шашлык и сын тоже попробует естественно так чуть-чуть это вот нам не нужно абсолютно водичкой подорьем так ну будем считать что все готово очень-очень хорошо мой сын занимается так итак ох я сегодня кушал конечно утром это было утро а сейчас у нас 8 часов вечера будем считать что это как бы у нас ужин такой шашлычный попробуем что за шашлык под названием метрд отель ни разу не пробовал хорошо сделано вот и ты пришел хочешь пробовать так ну вот это пробуй потихонечку бери-бери бери-бери кушать бери-бери вторую руку убери так теперь о прелестях спонт pool лав ну пункт номер 1 хорошо промаринованное шашлык хорошо промаринованное шашлык даже, я услышу, я понимаю как все литые пом Harani что там привет камером Привет, камера. А то. Куски большие. Супер. Сделаны хорошо. То же самое. Много мяса. И что? Что ты сказал? Я тоже должен говорить. Мне сказали. Старюшка, дядя. Старюшка? Ну ладно. На финале я поехал на горе. Нельзя на горе. Хороший, грамотный шашлык. Хороший, грамотный шашлык. Одна вопроса. Очень вкусно. Очень вкусно. И количество баллов 4,5. Как вы прекрасно понимаете, тот шашлык, который я готовлю, совсем все по-другому. Здесь очень хороший шашлык. Если бы вы, допустим, хотели что-то брать в других местах, то перед тем, как поехать куда-то в пригород, вы можете его себе взять. Никаких проблем нет. Изумительно приготовленный и хорошо делается, как вы уже поняли. Ароматный, качественный. Первые сроки приготовления. 24 минуты. Хорошо. Все это вместе стоит 750 рублей. Примерно. Из той же цены. Одна такая штука, одна такая хорошая штука, стоит 250-300 рублей. Кафе. Здесь у нас получается 5 таких штук. То есть 2 такие штуки, это уже 1500 рублей. Правильно? 500 или 600 рублей. Без разницы. Перемножать сами. 4 таких штуки, это либо 1000, либо 1200 рублей. А там еще есть кое-что. То бишь, если мы будем говорить о качестве приготовления шашлыка, то легко. Можете такую штуку брать. попробовать. Я думаю, что будет вкусно. Ну и конечно же. Все, напороди сюда. Я попрошу вас мой шашлык покушать. Это мой. Это мой. Это лучше, чем у папы. Ну, я же еще раз говорю. С моим шашлыком сравниться вряд ли кто сможет. Такое вкусное на запах. Это уже этот спад наилучший, чем у того человека. Ммм. Да? Да, господа. То есть мы говорим о хорошем шашлыке, я самым лучшим. Ну, вы поняли. Здесь шашлык самый лучший. Ну? Да, да. Ну, На. Смотрите продолжение в следующей серии.